Привет, народ! Или мерхаба, как здесь говорят. Находимся сейчас в Фетхе, в отеле Иначари Сити Хотел. Изначально, значит, это видео планировал снимать на балконе. У нас здесь шикарная лоджия с видом на море, на весь залив Фетхе. Но страна у нас как раз западная. Как раз сейчас сюда только солнце пришло. И на солнце плюс 50 и выше. Поэтому от этой мысли я как бы быстро выйдя на балкон отказался, проведя там 5 минут. Итак, это видео про, собственно говоря, валюту за рубежом. Где ее купить в России, если вы хотите взять с собой налик. Работают ли в Турции карты МИР? И вообще, как бы ответить на самый главный вопрос. А что же выгоднее на сегодняшний день? То есть, то ли с собой наличную валюту ввести, то ли с собой ввести просто карту МИР с рублями и здесь снимать балкоматов. Ну и в общем, поехали. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! На примере региона Москва и Московская область, где мы проживаем, значит, реально продают валюту 3 банка. Ну, естественно, Сбер, да, куда же без него. Также Совком, Совкомбанк, да, и Банк Открытия. Так вот, Сбер, хоть он себя позиционирует как банк для людей, ну, в общем, в данном случае он для людей, получается, самый невыгодный. Остается банк Совкомбанк и Банк Открытия. Значит, ну, здесь ситуация, она плюс-минус одинаковая. То есть, на сегодняшний день у Совкома продажа евро на 1 рубль меньше, чем у Открытия, а продажа доллара на 1 рубль больше, чем у Открытия. Причем и у того, и у другого банка, ну, совершенно достаточно вменяемый контактный центр, да, туда можно позвонить, узнать, в каком отделении валюта есть, в том размере, который тебе нужен, подъехать туда и ее купить. Значит, на момент нашего отлета в Турцию, курс официальный биржевой был уже больше 60, и, соответственно, на сайте открытия, да, и в отделениях открытия, курс продажи евро был 78, у Совкомбанка он был 77. То есть, в принципе, на рубль, как бы, да, экономия. Значит, 100 евро в Турции, это получается где-то 1670 турецких лир, переводя на, соответственно, те курсы, по которым мы эти евро покупали в России, ну, в среднем, так скажем, да, это получается где-то 4 рубля, плюс-минус какие-то копейки, да, за одну турецкую лиру. Это если, это если, да, покупать евро, соответственно, в России и везти сюда налег. Вот. А теперь, что касается карты МИР. Значит, ситуация в следующем. В принципе, на любом туристическом сайте, да, вы можете прочитать, что есть 5 турецких банков, которые заявляют, что они обслуживают карту МИР. Значит, нашли банкомат Банка Зерат, один из тех, который работает, ну, по идее, как заявляет из карты МИР. Ну, находится он прямо вот в двух шагах от набережной, рядом с этим супермаркетом Мегрос. О, там его очень плохо отсюда видно за кустами, но тем не менее. Это, получается, центральная улица у нас в Хетке. Ну, то есть, ну, не маленький переволок, где внутри, да, а вот именно, которая дорога через весь город идет, центральная. Здесь же и обменники, кстати, да. Здесь же и аптеки. Ну, короче, здесь, если что нужно, то вот сюда выходить. Здесь это точно есть все. Вот, и вот сейчас посмотрим, почем и вообще работает ли этот Зерат Банкомат с картами МИР. По крайней мере, писали, что работает. Так, в общем, тестируем карту МИР на Банкомате Зерат. А ты, Пин, помнишь? Да, конечно. Карту с Хаву, по крайней мере, не ругается. Другой язык написано. Ну, язык можно выбрать. О, даже русский есть. Так. Снятие наличное. Турецкие лиры. Давай. 200, 750 и... Ну, сколько? А, и можно ввести сумму. Ну, вот давайте, как в обменнике. В обменнике, короче, сейчас поменяли 100 евро. Это получилось 1700 лир. 1608. 1700 дали. Он даже не попросил сдачу, да. Хорошо. Вот, и сейчас 1700 снимем, баланс записан, и посмотрим, да, сколько это получилось по конвертации. В рублях я имею ввиду. Хорошо. Хорошо. Карту выпьем, ну, и... Да, вот, денег. Ну-ка, пересчитай. Где-то, если с карты мир, то курс лиры к рублю получается где-то 3,5 рубля за лиру. Что очень и очень здорово. Оплата отелей, оплата местных каких-то услуг, а тем более, там, какие-то, ну, я не знаю, экскурсионные бюро, там, еще что-то, еще что-то, да. Опять же, местное питание, как бы, да, все эти замечательные кафе, там, кебабы и прочее, прочее, прочее. Валюта вам здесь, в принципе, не понадобится. Нужны только турецкие лиры. А как я уже сказал, турецкие лиры, самое выгодное на сегодня момент, практически по биржевому курсу, карта мир. Поэтому, вот, на ваш вопрос, наверное, да, который был в начале видео, я ответил. Турция, это карта мир, карта мир и еще раз карта мир. Спасибо вам всем за просмотры и удачи вам в ваших путешествиях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok